Дальний Восток Индийским компаниям представили инвестпроекты горнодобывающей и алмазно-гранильной отрасли, нефтехимии, лесопереработки и туризма. Здесь можно выгодно работать, подтверждает крупнейшая компания ювелирных изделий KGK, которая с помощью преференций свободного порта реализует во Владивостоке свой проект. Сотрудничать с бурно растущим рынком Индии, Дальнему Востоку выгодно. Сегодня индийская экономика представляет 3 миллиарда долларов США. Также наша экономика представляет, мы хотим достигнуть показателей в 5 триллионов долларов США к 2025 году. Это очень большая цель для нас, но нельзя сказать, что эта цель невозможна. От перспектив к насущному. На совете при полпреде губернаторы узнали, насколько они продвинулись, как исполнена задача, поставленная президентом страны, дальневосточным краям, войти в 30-ку национального инвестиционного рейтинга. Приморье улучшило позиции на 21 пункт и заслужило похвалу. Президент Российской Федерации Вадим Владимирович Путин в 2017 году поручил регионам Дальнего Востока войти в топ-30 национального инвестиционного рейтинга. Задача достаточно сложная, потому что это конкурентное пространство, все регионы стараются улучшить свои позиции на национальном рейтинге. Но, тем не менее, задачу необходимо выполнять. Прежде всего, это работа губернаторов. На сегодняшний день поручение президента выполнено двумя субъектами Российской Федерации. Это Республика Саха-Якутия, 22 место, и Камчатский край, 28 место. Спасибо губернаторам. Также высокую динамику показал Приморский край. Он улучшил показатели на 21 позицию. Олег Николаевич, тоже спасибо за работу. В целом, по итогам работы 9 из 11 регионов округа, показатели улучшили. Также темой обсуждения на Совете стала градостроительная политика и внешний облик городов, центров экономического роста. Так во Владивосток немало вложено за последние годы. Стал ли город выглядеть на новый статус в столице Дальнего Востока, спросили у Трутнева. Если вы говорите о средствах, которые мы выделили в рамках поддержки, скажем так, столицы Дальнего Востока, федерального округа, то мне сейчас положили такую большую пачку фотографий, как ремонтируются дороги, тротуары. Надеюсь, что это правда происходит. Но этот процесс начался, деньги еще только начали осваиваться, и обязательно проверили результат. Мы вот с Олегом Николаевичем, мы здесь неподалеку, обязательно сядем в машину, поездим по улицам, посмотрим, что люди сделали. Следующий вопрос Совета при Полпреде – подготовка к Пятому Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. На нынешнем ВЭФ подведут итоги пятилетней работы, а Приморье представит новый павильон и концепцию развития острова Русский. Ну, во-первых, это обновленный павильон, который мы готовим, интерактивный, очень интересный, с элементами, скажем так, к созерцанию на втором этаже, кафе там, будет, можно где-то будет побеседовать. И мы, конечно, представляем концепцию уже развития острова Русский, мы ее готовим, поэтому жители и гости, и все участники форума могут посмотреть, внести еще свои корректировки, там тоже будет дана такая возможность. Мы сформировали концепцию развития Русского острова на основании тех решений, которые были по Дому ВРФ, по Минвостоку развитию, по расширению второй очереди строительства нашего университета. То есть, и сделали такой план «Быстро Победа». Что можно сделать, чтобы народ увидел изменения уже в 2020 году? Это, конечно, дорожки велосипедные, это возможности свободного отдыха, возможности взять на прокат технику, это беговые дорожки, то, что сегодня привлекает массу жителей, стоянки, Владивостокская крепость, возможность доступа к ней людям со всеми, с ограниченными возможностями, без, а далее, значит, это уже проект рассчитан на несколько лет. Важной составляющей проекта развития Русского и Центра города будет строительство моста на остров Елена и введение в эксплуатацию сквозной дороги через Центр Владивостока и Гершельд. Первые изменения, по словам губернатора Олега Кожемяка, люди увидят уже в 2020 году. И еще одна важная тема была заявлена Трутневу в этой рабочей поездке. Суда под квоты на добычу крабов в Дальневосточном бассейне нужно строить на Дальнем Востоке. Такое поручение правительство уже давало. Росрыболовство требования проигнорировало и за что будет наказано, сказал Юрий Трутнев. Всего по поручению полпреда должны построить 30 краболовных судов. Это принесет Дальневосточным заводам около 40 миллиардов рублей. Президент Российской Редерации принял решение о том, чтобы внедрить механизм инвестиционных квот. Мы заинтересованы в том, чтобы инвестиционные квоты создавали производственные мощности, прежде всего, на территории Дальнего Востока. Это соответствует и поручению президента, и объявлению развития Дальнего Востока как национального приоритета. Соответствующие поручения давали все Росрыболовство и Минтромы. Вот сегодня хочу узнать о том, как они выполняются и как заключаются контракты по строительству судов на Дальневосточных верфях. В Приморском крае работает 12 судостроительных и судоремонтных заводов со штатом в 10 тысяч человек. Олег Кожемяка обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать финансовую модернизацию флота и судостроительную отрасль и подготовил правовую базу. И еще Юрий Трутнев презентовал в Приморье систему преференции для проекта в Арктике. По мнению Полпреда, Торы и свободный порт Владивосток себя оправдали. Система преференции для Арктики – также новое слово в экономике. В ближайшее время проект будет представлен на рассмотрение президенту Владимиру Путину. Олег Завьялов, Максим Яковлев, Новости на Восьмом.